Не в каждом доме есть своя книга, которую с заботой и любовью, как летопись, ведут обитатели жилища. В Интердоме есть своя рукописная история под названием «Красная книга». Появилась она здесь в 1933 году. Тогда же была сделана первая запись. На ее страницах автографы известных людей, воспоминания об Интердоме, интересные факты родом из прошлого. Нынешние воспитанники с любовью и трепетом относятся к этому живому памятнику. В книге записано очень много из историй Интердома, какие люди посещали Интердом, что происходило именно в Интердоме. Такие отрывки истории, которые каждый Интердомец должен знать. В книге писали и рисовали представители 37 различных национальностей из 89 стран мира. Света, выпускница Интердома, сейчас учится в Чунцинском университете в Китае. В совершенстве девушка знает четыре языка и помогает воспитанникам перевести некоторые записи фолианта. Каждый, кто пишет в книге, является ее соавтором. Здесь можно найти записи, сделанные шпионами, партизанами, политиками, народными артистами и послами из разных стран. И очень интересно читать, когда уже совсем взрослый, с сединами, воспитанник из Канады Эрик Уайт, выпускник 70-х годов, приезжает в Интердом, открывает книгу и пишет «Стены новые, а дух остается». И поглаживает даже лист этой книги, потому что это его книга. Самый главный документ Интердома за 80 лет немного поистрепался. Сейчас хранители книги подумывают заняться ее восстановлением, сделать новый переплет и вклеить недостающие страницы. Однажды книга появится в общем доступе. Сотрудники Интердома сканируют страницы и воссоздадут издание на компьютере. Есть такая красная книга, которая заносится очень редкие виды. И вот в этом каком-то ракурсе, если смотреть на нашу красную книгу, которая так и называется, и золотыми буквами выбита красная книга название, то, наверное, это действительно. Это история уникальная, которая не должна умереть. И это память о людях, которые сделали в ней запись. О них память должна храниться. Последняя запись в книге находится на 309-й странице. Еще немного, и свободных листов не останется. На этот случай у сотрудников Интердома есть решение. Будет создана вторая красная книга. Ведь история учебного заведения должна продолжаться. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.